короче если вы все помните в прошлых видосах я боролся со стуком двигателя то на горячую звук слышен от ваноса при 3000 оборотах когда он включается в работу звук пропадает соответственно варианта 2 либо приплыли колечки уплотнительные либо появился большой люк либо слезала шестеренки и шлицы это плохо потому что нужно будет менять звездочку и так друзья мы приехали в гараж с этого момента видео начинает разделяться на две серии первая серия будет про диагностику автомобиля новым устройством а вторая серия про замену ремкомплекта ванноса вот так выглядит ремкомплект ванноса их производит компания bayson systems это американцы вот но украине уже довольно много заехало других производителей которые перехватили инициативу значит два колечка первое тефлоновое второе название не помню материала и 2 уплотнительные шайбы на подачу масла на ваннос многие покупая такой ремкомплект и устанавливая ее все равно не избавляются от стука самого ванноса до ваннос начинает работать лучше подхватывает ниже но звук и люфт никуда не уходит потому что многие экономят на вот такой вот шайбе тайна шайба называется анти люфт со временем она изнашивается ее размеры становятся меньше потому что она изнашивается и появляется люфт и соответственно характерный стук самого ванноса поэтому не экономьте покупайте полный ремкомплект сами колечки стоят долларов 30 и это стоит где-то в районе 20 долларов до многие экономят потому что она эта шайба очень дорогая но от нее самое важное самый главный толк вообще ремонта ванноса я процесс откручивания клапанной крышки показывать не буду соответственно я вернусь к вам после того как ваннос будет у меня уже в руках и будем снимать видео как мы его устанавливаем так крышечку мы сняли можно посмотреть что состояние в принципе движка неплохое он отмытый от нагара значит масло и у хорошие это хороший скажем так знак значит что меня смущает вот я кстати прошу раз укладывал видео и я его хотел выложить вернее его у терял потерял скажем так когда я поменял вот эту цепь цепь была черная сейчас она отмылась не знаю какое-то из масел так классно помыло и вот цепь типа в натяге хорошо люфта нет до этого цепь была вот где-то выше вот настолько вот так значит что мы делаем следующим шагом следующим шагом мы ловим метку на шкиву коленвала на 22 головка значит ловим метку шкива коленвала вот 22 головка у меня и и так вот почти попали так вот почти метка совпадает теперь проверяем не ушли ли фазы распредвалов показывает что все окей вот этот немножко смещен немножечко совсем на там на кусочек вообще на полградуса так а тут у нас что и тут немножко неровно сейчас мы это все чуть подровняем и можно будет собирать то есть фаза сильно не ушли это хорошо значит ванна сразу просто раздолбался сейчас будем откручивать ваннас для того чтобы открутить ваннас нужно открутить вот эти две на 19 вот это на 10 здесь вот тоже на 10 и вот эту вот на 13 и так ваннас у меня в руках вот он так давайте смотреть что у нас с ним происходит не зря ли я сюда полез вот вытаскиваем поршень на максимум но у маслом плюется то есть кольца еще живые а вот вот его люфт вот и стук наш смотрите какой люфт вообще капец люфт тут жесткий смотрите как бы вам показать вообще там болтается просто да это не дело кольца рабочие из потому что вот масло плюется кольца хорошие а вот . тут пипец конечно сейчас будем разбирать откручиваем вот эти болты удалось мне открутить наконец-то эту гайку с помощью головки экстрактора только так получилось в принципе я попробую обратно закрутить все дело и собираю начинаем разбирать сам ваннас поршень его элементов здесь немного прошлый раз я разбирал когда-то магнитом его сейчас проверим на этом так работает или нет а был двигателем 50 правда да пошло дело значит первый момент это шайба упорная кладем ее сюда слева направо дальше идет шариковый подшипник а дальше идет шестигранник которым нужно открутить саму втулку капец сломался ключ внутри так самое важное заявление я поломаю ключ но выяснилось что здесь наоборот резьба идет то есть сторону закручивания она откручивается учитывайте этот момент потому что сломал ключ но магнитиком все досталось из-за того что он не очень качественный был сейчас вот головкой нашел головку и разбираю да чувствую ваннас меня потрепает нервы этот конечно но зато уменьшится расход если все правильно соберу так по порядку идет шайба с болтом следующая на очереди собираем собираем в обратном порядке справа налево разбираем слева направо потом рассоединяем вот так вот получается пластина и чтобы достать эту шайбу я не знаю что надо делать шайба антилюфт тут запрессована как ее достать не понимаю пока вот немцы извращенцы конечно ага все понял значит вот эту шайбу антилюфт пока вообще не трогаем можно достать два подшипника они достаются с помощью отверточки либо магнитика вот ставим в порядке соборки есть и вот наша сама шайба шайбы вот шайба она вот она находится берем ее подтягиваем появляется зазор да и вот она выходит по чуть-чуть есть да достать ее надо постараться еще все вот наша шайба сейчас будем сравнивать с новой так значит смотрите я не стал ставить ремкомплект потому что ну не вижу смысл кольца у меня еще очень целые даже вопросов касательно шайб антилюфт тоже нет она соответствует идентичным размерам того что я заказал как в качестве ремкомплекта поэтому сейчас будем пробовать подтягивать подшипник с помощью шайб и если так все получится то тогда мой ремкомплект пойдет на продаж пойдет на продажу дальше получилось так что у меня уже ремкомплект был установлен на ванны с просто его установили некачественно и вот что получилось с гайкой которая прижимает которая прижимает эти подшипники я с очень большим трудом ее открутил с таким же трудом ее закрутил скорее всего если я полезу снова в ванны буду заказывать совсем другой узел и буду менять ремкомплект пока у меня остался и на данный момент люфта нет я поджал эту гайку должно быть лучше сейчас люфта вообще нет вот я пытаюсь сделать люфт должен быть только радиальный когда вверх вниз горизонтальный люфт слегка допускается а вот остальное нет плюс необходимо обязательно проверить чтобы все прокручивалось без проблем потому что если вы пережмете оно не будет правильно работать я молоточком добил эту пробку и люфтов больше нет видите что колечки нормальные скорее всего предыдущий владелец это все менял так я понял что колечки нормальные во первых они не треснувшие и во вторых они слегка слегка выпирают за корпус поршня это говорит о том что кольцо еще даже не просело просто собрали неправильно сборка идет в обратном порядке засовываем в корпус вставляем сюда я покажу как на двигателе это собрать потому что там нужно небольшую шаманские танцы делать так приступаем к обратной сборке самого ваноса плоскости я почистил шкурочкой полтора тысячной вот очищаю корпус поршня хоть и по рекомендациям герметик здесь не требуется мы будем использовать его так как колечки я не поменял на вид они хорошие но по факту Глен их знает я возьму самый тонкий слой гермет сейчас от старого берем потому что его я вижу тоже ставили раньше на герметик уже этот ванос я буду наносить на саму крышку непосредственно потому что сейчас мы найдем правильное положение так давайте вначале проверим все ли входит хорошо так есть вот вот и правильное положение крышки отлично давление ох ни хера себе вытащить его фактически ничего себе да это всего лишь поджал гайку то есть эти ремкомплекты в принципе работают сами по себе просто его установили неправильно из этого была целая проблема у меня начал он стучать появился сильный люфт а все из-за того что собрали его неправильно и сорвали гайку которая как раз самая важная отвечает за режим всех подшипников так берем герметик и кусочек наносим сюда вообще самый самый тоненький остальное можно размазать пальцем обязательно не трогать масляный канал вот здесь берем аккуратненько аккуратненько размазываем сейчас излишки вытрем тоненький тоненький слой должен быть а я блин нахерачу конечно для себя прям далее берем вытираем излишки они нам не нужны и которые попали особенно на колечко также обязательно вытрем все главное чтобы вот здесь не было герметов здесь вытрется потом значит приступаем к установке я уже забыл как она стояла сейчас на меня узоры совпадут о нет берем защелкиваем ух ты оно аж маслом плюется так есть берем болтики затягиваем данную фигню и сейчас излишки уберем пока он не засох будет красиво усилия большого прилагать не стоит у нас во-первых герметик которого не должно быть он будет в роли прокладки во-вторых само по себе тут усилия не требуется так затягиваем без фанатизма оно в принципе дальше не идет болты здесь толстые вы не перекрутите главное брать маленькую трещотку потому что большой есть шанс повредить корпус довернули теперь вытираем наружный герметик чтобы красота вот люфта не то что допустимого его вообще нет это мы берем горизонтальный вертикального люфта тоже нет а вот радиальный разрешен радиальный это когда наискосок вот есть звук радиальный допустим других люфтов нет то есть можно сказать что Ванос я отремонтировал малой кровью можно было комплект не покупать дорогой для ремонта ну и приступаем к обратной установке и так приступаем к установке Ванос сейчас я зашкурю поверхность на которой будем ставить прокладочку на всякий случай тоже на герметик киданем чтоб сюда по 500 раз не лазить потом из-за этой мелочи обязательно не допускайте попадания герметика в систему смазки Правим, чтобы была красота Есть Так, герметика мы по-скромненькому нанесли Все, прокладочка установлена Теперь Промазываем Корпус Самого ванноса Вот так по кругу Перед установкой Промазал корпус Значит, самое обязательное условие при установке ванноса Проверяем, чтобы метки На коленвалу Совпадали Никуда не ушли Потом, самое важное Ваннос должен быть в полностью Закрытом состоянии Это называется Взведенный ваннос Ни в коем случае он не должен торчать Теперь Устанавливаем его на посадочное место Вот, он в закрытом состоянии Проверяем На зацепление Есть Вот Оно не крутится пальцем Потому что есть Три положения Или два положения установки ванноса Кажется, отличается Вот, оно зашло в зацепление Я рукой повернул поршень И теперь Берем Отверточку Итак Когда вы почувствовали пальцем Что шестерня не прокручивается Придерживайте ваннос рукой И У меня нету специальной приспособности Для прокрутки Цепи Но Вот Я вот делаю таким образом Я просовываю через цепь И Оп Ваннос не взвелся Значит Прокручиваем обратно Значит Что-то не так Прокручиваем шестерню еще несколько раз О Сейчас есть Берем Вставляем Отверточку И Оп Есть Ваннос Защелкнулся Мы можем подбить корпус Все Сел на свои места Теперь Ваннос установлен Он В закрытом состоянии Как и был И Затянут А теперь Что мы делаем Проверяем меточки Меточки в порядке Не ушли Проверяем меточку На шкиву Коленвала Четенько Все Теперь можно смело Доставать фиксатор Цепи Межвальной И Закручиваем болты Так В принципе Уже налопчился Ничего сложного В этом нет Динамометрическим ключом 20 Ньютон метров Затяжка И Потом Еще можно сделать Половинку До ворота Еще ни разу В принципе Не срывал Ничего С таким Усилием Все Установка Произведена Подключаем Фишечку Ваноса Есть Теперь Теперь Самая Нудная Работа Это Смывать Герметик С головки Наносить Наносить Новый Затягивать Ждать Это Занимает Очень Много Времени Поэтому Сейчас Пока Потихонечку Притянем Крышку Ваноса Чтобы Герметик Уже Схватывался Там По чуть-чуть Вот Закручивайте Маленькой Головкой Чувствуете Все Не идет Все Затягиваем Не надо Больше Ну и так Дальше Дальше В том Порядке Потом Я покажу Как установить Клапанную Крышку И мы уже вернемся Когда будет Все работать И так Наконец-то Я это все Собрал Ушел Весь день Практически Я приехал В час дня Уже Восемь часов Вечера Все это время Зато Когда ты Копаешься В гараже Со своей Тачкой Прикол в том Что За целый день Ты не хочешь Кушать Забываешь Поесть Вот я с утра Ничего не ел И к вечеру Я особо Не голодный Потому что Занят был делом Идем Запускать Тачку Ну Была Не была Есть какая-то Вибрация Сейчас посмотрим Нет Движок Нормально Работает Пускай Прогревается Герметик Пока Подсохнет Хочу сказать Что На холодную Стук Ушел Почти Он есть Но Очень Там Далеко Далеко Раньше Она Тарабанила Посильнее Ну Подождем Пока Движок Прогреется Я пока Соберу Коробку Холонного Фильтра И вернуть Ребята Я Так Счастлив Хоть И устал Очень Сильно Я считаю Это Победа Спустя Столько Времени Три Машины Поменял Я не Знал Что Это Звук Наконец Теперь Вы Знаете Что Вот Такой Стук Мне говорили Это Клапана Это Говорили Цепи Говорили Юбка Поршня Бьет Это Все Нормально Ненормально Двигатель Должен Работать Тихо И Это Оказывается Была Проблема Всегда С Ваносом Который Я Никогда Не Лазил Послушайте Как Движок Сейчас Работает И Как Работал До Этого Ровненько Тихо Вибрации Никакой Нет Я Просто Счастлив Мне Оказывается Ремкомплект Мне Понадобился Потому Что Ремкомплект Здесь Уже Стоял До Меня Предыдущего Владельца Но Из-за Некачественного Ремонта И Недожатой Гайки Которая Прижимает Подшипники Появился Дикий Люфт И Превратился В Сильный Стук Вот Сказать честно К машине Даже Стало Приятнее Подходить Когда Она Не тарахтит Как Ведро Ну А тебе Спасибо Что Ты Смотрел Мое Видео Ставь Лайки Подписывайся На Канал Увидимся Пока Ну Ну Друзья Вот Уже Третий День Катаюсь С Исправным Ваносом Обкатку Он Прошел Обкатка Желательно 300 Км Особо Не Наваливать Потому Что Притирается Резинка Притирается Втулочка Я Поэтому Старался Сильно Не Наваливать Но Реально Радости От рабочего Ваноса Просто Не Передать Во-первых Самое Главное Что я Заметил Это Реально Ровный Разгон Во всем Диапазоне Оборотов И Плюс К этому Всему У меня Чтобы Стартануть Было С первой Со второй Передачи В пробке Машину Сильно Дергало И мне Приходилось Довольно Таки Подгазовывать И играться С педалью Сцепления Намного Чаще Сейчас Такой Ерунды Нету Я даже В пробке Трогаюсь Третьей Передачи Плавненько Отпуская Сцепление Тачка Едет Накатом Пропала Вибрация Движка На холостых Оборотах Когда ты Допустим Проехался Остановился Спустил На холостые Обороты И Движок У меня Потряхило Сейчас Такого Нет Что Еще Ну Блять Расход Остался Такой Жи Конечно Ну Расход Это Такое Мне Главное Что Ванос Не тарабанит Мы В первую очередь Боролись С причиной Того Что Движок Стучал Именно Из-за Ваноса И добились Равномерной Тяги На всех Диапазонах Это Отлично Поэтому Ремонтируйте Свой Ванос И Будьте Здоровы Тяги Тяги Тяги